Немногочисленная немецкая тяжелая самоходная установка Panzerjäger Tiger P, более известная как Ferdinand, оставила заметный след в исторической памяти и в советском танкостроении. Само по себе слово Ferdinand стало нарицательным. Эти самоходные установки красноармейцы замечали на самых разных участках советско-германского фронта, причем аж до самого конца войны. На практике же была построена всего 91 такая машина, а по-настоящему массово Ferdinand использовались только летом 1943 года в ходе операции «Цитадель» на Курской дуге. В этом сражении немцы безвозвратно потеряли половину всех машин данного типа. Итоги сражения под панырями наглядно показали, что Красная Армия научилась воевать со значительно превосходящими силами противника. Ведь на стороне немецких танковых сил в этом бою было неоспоримое преимущество. Полноценный ответ новому поколению немецких танков и самоходных установок советская танковая промышленность смогла дать только весной 1944 года, когда в войска пошли Т-34-85 и ИС-2.